Аплодисменты Я хотел бы сразу сказать спасибо, что пришли, потому что у меня вот были сомнения, идти на себя или нет, потому что сегодня в Минске концерт «Дипропол». Очень хотелось, но в итоге пришлось идти на собственный концерт. В соответствии с некоторыми пожеланиями, я понимаю, что здесь в большинстве все-таки людей авиационных. Мне сегодня руководители заведения сказали, что у нас тут с местами некоторые проблемы, потому что летчики и танкисты тут вот рвутся. Я говорю, ну танкисты это вряд ли. Хотя не исключаю. А тем более, если мне потом знакомая одна по телефону, я рассказал эту историю, она говорит, вообще-то у вас-то там летающие танки, если сразу вспомнить, а действительно, к примеру, Ми-24, Су-25. Так вот, в соответствии с пожеланиями, все-таки не все сегодня будет авиационное. Как говорил Олег Митяев, программа такая. Значит, если... А, вот, я только хотел сказать, а там это не сейф, не эта колонка, там написано для записок, да. Ну, можете что-нибудь писать. Все будет рассматриваться. Я проездом здесь в сегодня, я на пять минут. Пусть не ждали, но встречали так любезно. Жаль, что стрелки вечным кругом с грохотом бегут. Мне нальют, успею выпить, Счастья пожелать. Вслед помашут мне рукой и скажут С Богом И опять по этой жизни Мне вперед шагать По разбитым И неезженным Дорогам По селам И по городам Сменив, не помню, сколько мест Сегодня здесь, а завтра Там у каждого Свой эпичный крест А принцип Места не гнять Он был Да только вышел весь И мне уже не привыкать Что я опять Проездом здесь Здесь я проездом В этот город Может быть на день И встречаюсь С настроением Диазным В этот город Только вижу Что за мною Мчится Ночи тень Лишний раз Напомнить мне Что я проездом День за днем Летят Недели И бегут Года Оглянуться Мне бы успеть Увы И два И все Уходит Слишком быстро Как в песок Вода И в жизни И в жизни Не на чей Я попаля По селам И по городам Сменив Не помню, сколько мест Сегодня здесь, а завтра Там у каждого Свой эпичный крест А принцип Места не менять Он был Да только Вышел Весь И мне Уже Не привыкать Что я Опять Проездом Здесь Я Проездом В этой Жизни Может быть На миг Не объявлен срок И мне Он неизвестен За него Я Не торгуюсь И Не кидаюсь В крик Да и торг Здесь Безусловно Не уместен Хоть Разбей Часы На время Вспеть Не Повернуть Знаю Точно Безусловно И Железно Кто-то Раньше Кто-то Хуже Но Кончит Путь И поймет Что На земле Он был Проездом По селам И По городам Сменив не помню Сколько мест Сегодня здесь А завтра Там у каждого Свой вечный крест А принцип Места не менять Он был Да только вышел весь И Мне Уже Не Привыкать Что Я Проездом Здесь Я Проездом Не 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 Вот вышел Новый диск Наконец-то Он там продается Уже судя Потому что Просят тут писать Понимаю, что его заметили Хотя Вот он Действительно Третий В так называемой Дискографии Изначально третьим Должен быть другой диск Вот я сейчас Заглавную песню из него спою Я его называл Ну, у меня диски Делятся на военные Гражданские Должен был быть Гражданский диск Случились всякие Технические проблемы В итоге Я думаю Это к лучшему Вышел авиационный диск Трехлетняя работа Да, но я сейчас Занимаюсь все-таки Вот Тем, что я когда-то Начинал Там рабочее название Штормовая жизнь И вот Песня Так же называлась Когда по жизни штиль И дрянь тоска в фаворе Когда нам много милен Волнения нет на море То лучше утонуть И я желаю свято Чтобы ветер Начал дуть И в море Волоте пяны Чтоб Поросник Летел Как птица Над волнами Ведь я ж Всегда умел В морях дружить С витрами И в жизни Штормовой Всегда Это зло по камне И ангел мой Со мной Вот Обойти бы Ко мне И ангел мой Со мной Вот Обойти бы Ко мне Пусть Руси бы не терять Пусть их минуют Беды И если уж Стрелять То в небо В честь Победы Дай Бог Светельный шквал На аэсберг Не наткнуться Пройти Девятый вал В свой порт Домой Вернуться Чтоб Поросник Летел Как птица Над волнами Ведь Я ж Всегда Умел В морях Дружить С витрами И в жизни Штормовой Всегда Без лопа Ко мне И ангел мой Со мной Вот Обойти бы Ко мне И ангел мой Со мной Вот Обойти бы Голос Голос С ветрами и в жизни штормовой Всегда без лопа камня И ангел мой со мной Вот обойти бы ко мне И ангел мой со мной Вот обойти бы ко мне Потому что можно спеть обойти бы ко мне А можно спеть обойти бы ко мне К примеру Ну вот вчера здесь выступал великий Сергей Никитин Следующая песня к чему Я очень редко пишу песни на чужие стихи На моей памяти два таких эксперимента Оба на стихи людей, которые от нас уже ушли Вот следующая песня Это Геннадий Шпаликов Всем известный автор песни «Я иду, шагаю по Москве» Собственно говоря, сценарист этого фильма Где прозвучала эта песня Я просто когда этот стих прочитал Чем я крайне редко занимаюсь Вообще чтением стихов У меня сразу музыка возникла Если бы я знал, что Сергей Никитин А также покойный Берковский Тоже на эти стихи написали свои песни Я бы, конечно, не занимался бы этим Но вот некоторые друзья говорят Ну вот я ее написал по-своему Ну, наверное, так у меня Вот третья песня всегда Несколько такой направленности Не третьего тоста, но примерно где-то близко Потому что Ну мало того, что мы теряем людей, друзей, близких К сожалению, мы не всегда используем Те возможности общения Вот они вроде рядом И слава Богу И мы этого как-то не всегда замечаем А потом бах Теряем, а потом думаем, что где-то не договорили По крайней мере у меня такое в жизни неоднократно случилось Люди теряют только раз И след в тени находят А человек крестит у вас Прощается и в ночь уходит Прощается И в ночь уходит А если он уходит днем Он все равно от вас уходит Давай, сейчас его вернем Пока он площадь переходит Давай 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 сейчас его вернем Немедленно его вернем Поговорим И стол накроем Весь дом вверх дном Перевернем И праздник для него устроим Весь дом вверх дном Весь дом вверх дном Перевернем Людей теряют только раз И след в тени находят А человек крестит у вас Прощается и в ночь уходит Прощается И в ночь уходит Прощается И в ночь уходит Прощается Спасибо Берегите друг друга Я вчера вот из Минска ехал И практически всю дорогу Ну такой ли я даже не знаю Только в Москве подъехал Немножко это дело прекратилось Звоню сегодня домой Там вообще Как-то совсем мокро Собаки Немного не могут вывезти погулять В этой связи вспомнилась Старенькая такая Старенькая песня Еще в лейтенантское время Вновь барабанит дождь по крышам Мечтает встать море на луже И воду всю на землю вышив По небу тучи ветер Кружит Темно за окнами ненастья А мне здесь светит с полз до ветра Мне дождь печаль всю смоет сердце И значит он сегодня к счастью Осень И небо нынче цвета стали Деревья от листвы устали И в эмиграции все птицы Осень Все восемь дней в неделю слякать И небо продолжает плакать А мне весна ночами снится По паркам ветер лезтья носит Неделю тянутся резиной И пес голодный боку бросит Когда я иду из магазина Его такси ужила погода Он, как и я, протрок жестоко И как ему мне одиноко Видать, такое время Года Осень И небо нынче цвета стали Деревья от листвы устали И в эмиграции все птицы Восемь Все восемь дней в неделю слякать И небо продолжает плакать А мне весна ночами снится Субтитры создавал DimaTorzok Дождем не видно нынче краю Мечтаю стать морями лужи А я по-прежнему мечтаю В душе избавиться от стужи А я мечтаю улыбнуться И может быть даже рассмеяться Не превратиться в лишь спаяться Мечтаю я к себе вернуться Осень И небо нынче цвета стали Деревья от листвы устали И в эмиграции все птицы Восемь Все восемь дней в неделю слякать И небо продолжает плакать А мне весна ночами снится Спасибо Когда-то очень давно на одном конкурсе авторской песни Я еще так, ну, даже участвовал в них Сейчас иногда приглашают в жюри посидеть Категорически отказываюсь Тогда, помню, в жюри сидела Вероника Долина Не Лариса, а Вероника Это есть такая Тоже замечательная профессия Барт Я с ней поругался Долго рассказывать По поводу афганской темы Это 89-й губ был Ну и у нас уже какое-то напряжение случилось И я когда вышел, вот эту песню спел Она в жюри, она всегда обсуждает Где, что неправильно Почему это вот Восемь дней в неделю Когда в неделе семь дней Ну, я долго не раздумывал Я говорю, интересно Что-то пожарных никто не спрашивает Почему они должны спать 25 часов в сутки Вот выкручился Но все-таки Куда без нее родной, всепогодный Вот песня, она заглавная На новом диске все-таки Диск предельные режимы Песня, которая была написана Когда русские витязи слетали в Бахреем Спустя долгое время Сейчас летает Я буквально крайнюю полторы недели С ними слетали мы В Кант На десятилетие авиабазы В Киргизию Я их там комментировал И концерт давал Буквально несколько дней назад В Краснодаре Был 85-летие Кваул Единственное училище На сегодняшний день К сожалению Которое готовит летчиков Летим за морскую страну Что далеко в чужих широтах Мы на военных самолетах Но наш маршрут Не на войну Летим В нерусскую страну Как по линейке в небесах Мы чертим след инверсионный Меняя снизу страны Зоны И часовые пояса Мы на работе В небесах Мы небом одержимы И это не на час На жизнь Колью заниматься Летным телом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Там на земле Давно все за пределом Летим туда Где чтут Коран Там авиация В фаворе И кто главней У них Не спорят Верблюды Или аэроплан Не спорят там По мусульман Мы им открутим Билотаж Сорвем восторг Аплодисменты Ведь помнят страны Континенты Все знают В небе Почерк наш Наш Рашинг Крыси Билотаж Мы небом одержимы И это не на час На жизнь Колью заниматься Летным телом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом На земле давно Все за пределом Дай Бог нам снова Над Москвой Пройти и дать Салют Победы На нас С небес Посмотрят Светы И вспомнят Свой Последний Бой Под замерзающей Москвой И дай Господь Изберечь Орлят Чтоб не пришлось С нуля Сначала Ведь пожудок По крышке Чкалов На помощь К нам Не прилетят Но там На небе Не простят Мы небом Продержимы И это Не на час На жизнь Полит заниматься Летным телом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Там на земле Это дно Все за пределом Мы небом Одержимы И это Не на час На жизнь Полит заниматься Летным телом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Как на земле давно Все за пределом Как жаль, что на земле Все за пределом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Та-та-та-та-та-та-та Та-та-та-та-та-та-та-та-таO Та-та-та-та-та-та-та Субтитры создавал DimaTorzok Авиаторы знают, что это за место украинка, это авиапаза дальней авиации. Причем я три года подряд летал в те края, выступал в Благовещенске и обещал дальникам. Я как прилетаю у них ЛТО, они улетают вокруг Японии, летают куда-то в Тихий океан. Японцы токывают нервно ногами, пишут ноты в МИД, что ваши здесь залетают в наше воздушное пространство. У нас же, естественно, как украинцы, Ницин и мы, мы там летаем. Но они расстраиваются, мы радуемся. Это та авиабаза, которая недавно относительно поставила рекорд продолжительности полета. 49 часов, так на всякий случай, больше чем двое суток в воздухе. На шумном-шумном самолете Ту-95, его аналог, который используется для других целей Ту-142, в поиске подводных лодок, американцы даже не шутят, они говорят, мы вас слышим под водой, когда вы там летаете. Вот, ну, собственно говоря, песня про это вот все дело. Ту-95 МС, Берн, Медведь по натовской классификации. Ну и песня называется Медведь. АПЛОДИСМЕНТЫ И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно лидерный наш борт сопровождает нас эскорт, вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат по быхах, летят в Атлантику российские медведи. Светы в петти летят в Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжет, полтанка нас не бережет, погода дрянь, и народы расплошь со светки. От фюзеляжа револьвером производства СССР, сказали янписы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей, корма доложит про гостей, у плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже напролом, мочит не в блистерном крылом, такие курсы, как правило, из штатов. Но не изменит курс и борт, хоть и наглеет наш эскорт, мы посылаем для мой любимым лидер. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бедах пришли в Атлантику. О, российские медведи пришли в Атлантику. Жаль, в океане нет дорог, и он для нас, как сеносток, нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх, авианосец на волнах, а не найдем то все задание без толку. И крик, я вижу командир, вдруг разорвел в него эфир, железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разносу строят и обрал, а мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет нам в Крыме весь корт, пошлет доклад про русский борт, и уберутся наши летные соседи. У них штабах дадут отбой, лишь будут спорить меж собой, когда опять придут в Атлантику. Медведи придут, ой, придут в Атлантику. Медведи! Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем, и семь баллов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим, а турбулентность повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места, Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинья. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы поумеем. И экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног, но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит сам, не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики, Медведи пришли домой. Медведи, и тут в разволочку, Медведи домой. Любимые медведи, 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 Медведи. Медведи. Спасибо. 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 Вернемся. Обязательно вернемся. Вернемся. Мы вернемся. 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 Чтобы не было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевисит на весах. Где-то в небесах, где-то в небесах, где-то в небесах. В небесах, где-то в небесах, где-то в небесах. Валяй, оттоянщики нервничают! По предыдущей песне я уже и сам начинаю верить, что я написал про войну три восьмерки, хотя изначально это было не совсем так. Ну, наверное, подходит. Хотя главная мысль была здесь в том, что никогда не сдавайся. Город птица улетает, по земле меня полтает, а точнее выше над землей. Не до жиру быть бы жива столько лет на всех режимах. В ней-то мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам с винта крылоем машиной, пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ней по небу ходим, а мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалась и не превратила нас в утиль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Людич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом воспрощались. А потом на матушке земле экипажем водку пили за машину и за миле. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь. Или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как усталая собраска, Из последних сил, но всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями Днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Людич Миль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Людич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, Нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах В небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцев, Знают то, что выручат везде. Над полями и лесами, ледяными полюсами Кружат, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Людич Миль. Михаил Людич Миль. Я где-то полтора года назад выступал в Кореновске. Был юбилеем 70-летия 55-го УВП. В Балтаре-Водолётном. Ну и там сценарий был, мероприятие так построено интересно. То есть сам концерт у меня должен был быть в другом месте. Первоначально торжественное было. Там главком был Зелен, Палпредпрезидент Аустинов, Ткачев губернатор. Ну и там тарляля. Потом вроде как минута молчания. Я без объявлений выхожу пою МИ-8. Ухожу. Ну и дальше всё это продолжается. Ну всё это прошло. Выхожу на ступеньки Дворца Спорта. Дворца Культуры. Подходят две женщины, такие, ну, серьёзного возраста. Говорят, большое вам спасибо. Нам очень понравилось, как вы пели песню про МИ-8. Скажите, а вы что-нибудь ещё из репертуара Николая Нисимова поёте? Ну я сказал, что я кое-что пою. Прилетит вдруг волшебник ГРУ. Прилетит вдруг волшебник ГРУ. Такой текст путь бесплатно покажет им. С днём рождения, поздравит. И, наверное, оставит мне в подарок пиццу Эскимо. Начитался в детстве сказок без родительских подсказок. И я хотел летать, как Карлсон, И виражить между крыш. До небес казалось малость, И легко во сне леталось. Только в детстве всё осталось. Толстый Карлсон и малыш Эскимо на вертолёте. Даже если сильно ждёте, Не бывает, не найдёте. Сказка ложки мой тик врёт, Вряд ли вы меня поймёте. Но хотелось жить в полёте, И с детства вертолётик Примворちался вертолёт… Рр, вертолётик… прер, вертолёт. Рр, вертолёт… Рр, вертолётик… По горам-полям мы весям, Облака линтами месим. Как малыши Карлсом вместе Разлучить не смогут нас В небе жизнь совсем другая Пусть земля меня ругает Я по воздуху шагаю Сжав ладошкой ушат газ Торпе, эстимо, конфеты Все остались в детстве где-то Возьмем бомбы и ракеты Раздаем тут, там, тут, тут И в десанте, и в пехоте Мой зеленый вертолетик В исключительном почете Нас всегда с надеждой ждут Ждут Э-э-э-э-э-э-э вертолетик Э-э-э-э-э вертолетик Э-э-э-э-э-э вертолетик Э-э-э-э, вертолёт Так, мальчиш, плохиш, из книжки нехорошие Мальчишки достают порою слишком Вспоминаем чью-то мать Кто с рогаткой, кто-то с пушкой Все берут меня на мушку А там брать хотят игрушку Вертолётик поломать не дам И тогда я огрызаюсь Во все тяжкие пускаюсь Из-за неба я хватаюсь Каждой лопастью держусь Нам домой вернуться нужно С вертолётиком мы дружно Под огнём свой танец кружу Он герой, я им горжусь Вертолётик Вертолет Мы полжизни с ним летаем Выручаем и спасаем Отдохнуть и не мечтаем Поменяли столько мест Вдруг из детства тот волшебник Прилетит и даст учебник Чтобы понял я зачем Нам этот наш воздушный крест Прилетит на вертолете Неотложно по работе И забудьте о себе пилоте Детство он меня возьмет Даст пломбирки, но покажет Сказку на ночь мне расскажет И подарит может даже Свой мультяшный вертолет За пустой вертолете Вертолет 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 Хотел веселую песню написать про вертолётчики, но получилось все равно не очень веселая, но, по крайней мере, логопеды пользуются детские. Я сразу это делал, чтобы действительно было. Хотя для меня важно не логопедическое применение этой песни, а самое дорогое было, когда в Торжке вертолётчики знают, что это за место для армейской авиации. Вот мы сидели, ну да, немножко чая выпили. И я это любил, и вот это р р р р р р в исполнении, как человек двадцати и на этих двадцать примерно орденов тридцать мужества и ещё пару героев России — ну это дорогое было. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то вот, не то что вспомнил, звонят мне тут сегодня буквально с Камчатки. Говорит, ты знаешь, жалко, не успеваем мы на твой концерт. Самое интересное, что я понимаю, что это не совсем шутка. В Челябинск однажды прилетели ребята с Сахалина через Москву. Чем меня очень удивили, ну, порадовали даже. Ну, и говорю, а что у вас там? Да у нас, говорит, такая погода, что, как ты, говорит, однажды тут у нас сидел, вот действительно была история, когда мы прилетели, ну, от телевидения снимали репортаж, потом говорят, а вот там интересные дела у нас в Магадане, авиация ФСБ, давайте-ка слетаем. Ну, мы на 26-й через море, там, бах, и засели. И когда они мне там, вот, Сахалинский тоже зовут, там, несколько раз они мне, давай вот на Курилы слетаем, там, споешь, все очень здорово, а у меня уже билет лежит на обратную дорогу, там, допустим, через три дня. Я говорю, знаете, а все время почему-то это в октябре получается. Я говорю, знаю вашу погоду, второй раз, как тогда на Камчатке, я столько не уйдю. Ну, вот песня, наверное, в эту тему когда-то была написана. Ураном город прижал к земле, недельно снежная стена, и полоса заметена, а мы мечтаем о тепле. И ледный домик, как отель, куда дорога завела, его по крышу замела. Хозяйка стишня и метель, здесь бесполезно уповать на наш авось, да риск и страх. И мы в комбезах и унтах, неделю вынуждены спать. Здесь остается только ждать в буране малого окна, Не добралась сюда весна, да здесь и летом лишь плюс пять. А пеплу некуда упасть, Седьмые сутки преферанс, И у меня на мизер шанс Две малки в прикупитов масть. Когда-то с погодой так везло, Как нынче в кардах мне везет, Но за окном опять метет, И в юго влает, как на зло, К большой земле прямой маршрут Наш штурман десять раз нанес. Метеорологи всерьез Нам обещаниями врут. Мы бережем сухой паек, И как бы нам энце не вскрыть, И в мать погода нечем крыть, И бесконечно дом далек. А ждать всегда нелегкий крест, И открывает экипаж, Воспоминать не всех погашь, Он может скраситься наш арест. Мы под арестом у пурги, И загрустил бортинженер, Ему бы к молодой жене, Да и другим здесь вниз руки И спит, а в кружке всем нальет По третий тост в седой борт тех. И выпьем молча мы за тех, Кого не крайним был полет. Бураном борт влежет к земле, Неделю снежная стена, И полоса заметена, А мы мечтаем о тепле. А мы мечтаем о тепле. К нам с приказами гонец, И моей войне конец, Я живой и не остался я в долгу. Надоели мне юга, А здесь построена нога, Я смотреть на эти горы не могу. Я, наверное, устал, Я свое отвоевал, До Москвы попутный борт меня возьмет. Там поеду на вокзал, Я с войной завязал, Я на север еду, Вряд ли кто поймет. Через каждую версту, Я всю флешечку карту, Паровоз кричал ту-ту, Поезд шел, Да поезд шел на Воркуту. Облакнуть адресок, И пульсирует висок, Я не знаю, как же мне туда войти, Увидать чужую мать, И простыну рассказать, Как на той войне сошлись у нас пути. К ней и так уже свинком, Приходил сам военком, И заученную скорбно молвил речь, Мол, сынок, у вас герой, И за родину горой, Но простите, Не смогли его сберечь. Блин. Через каждую версту, Я всю флешечку карту, Паровоз кричал ту-ту, Поезд шел, Да поезд шел, На Воркуту. С ним ругались целый год, Он был парень еще тот, Я чуть-чуть под арест, Его окутбай, Он не брат под козырек, И патроны не вперед, Непутевый был, И в общем раздолбай. Он колючий был, как еж, И через что хватал штык нож, И без повода порой всех матом крыл, Он был просто в рядовых, Но в горах на боевых, Он от пули ты меня с собой закрыл. Мир навек сошел с ума, На душе стоит зима, И меня пора, наверное, в музей. Я смертельно одинок, А медаль и ортенок Не заметят мне погибших там друзей. Сердце больно бьет тик-дак, Я себя сожму в кулак, Я ведь стрелянный по жизни воробей. Хоть Россия велика, И дорога далека, От себя не убежать, Хоть убей. Через каждую версту Я взял фляжечку к рту, Паровоз кричал ту-ту, Поезд шел, Да поезд шел на фаркуту. Спасибо. Я хочу вспомнить. Я сюда вот подсматриваю, но это не значит, что здесь полная подсказка. Ну, где-то по ходу. Я помню, в свое время были времена, когда по линии комсомола мы выступали там в домах офицеров, так далее, 80-е еще будет. И у меня все время там какой-то ответственный товарищ, но ты уже знаешь, что ты будешь петь? Я говорю, нет. Ну, как же это так? Как так не положено? Ну, типа, партия велела. Ну, все рождается по ходу, наверное, хотя какая-то генеральная линия все равно есть. Я просто подумал, что там фраза была в предыдущей песне, до Москвы попутный порт меня возьмет, вот это в армии попутный порт, особенно, наверное, в 90-е годы уже там на Кавказе там как-то оно стало достаточно обыденным, да и сегодня тоже. Ну, попутно чем приходится иногда летать. Что насупился Илюха, нынче вылет от Эзарей, набивая снова крючьи, ну, что же, тесно? Носят ящики солдаты из заката акварель, только нам не до заката рампа, тельфер, аппарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот, мы не взвинчиваем цены над писью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют экипажи не впервой, и Илью не испугают грузовик наш боевой. И нам слет уходит в выселье от рутяга, турбин, грохочущий квартет поют. Летит Илюша, работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут, полный борт в гуманитарке в данном месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то. Полным ящиков в борту, возвращенному солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. И нам слет уходит в выселье от рутяга, турбин, грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горблом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник, мысль это посадки, что сготовить на обед. И если что, всегда в порядке, а у него велосипед. Распростерли уже крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что попахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит в выселье трутяга, турбин, грохочущий квартет. Поет летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречают борт, за леду нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все предели как один, от души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весь тепловой принесет, наш Илюша улыбнется нижним блистером, блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руты снова в максимале грузовик наш боевой на взлет уходит в выселье от рутяга, турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша портяга, портяга, на наш транспорт тяга, на любом плане столь появляется. Спасибо. Вообще, когда аплодисменты раздаются во время песни, для меня это аплодисменты машине, потому что вся эта техника наша советская, российская, советская, наверное, ты вот жили советская, она вытягивала и вытягивает, наверное, самых невероятных вот. Причем от любых машин, от больших до самых маленьких. Вон у нас там сидит очень красивая, красивая дама. Света, можешь ты встать? Самая дипломовая легчица в мире. Светлана Капанина, я перечисляю не буду и вытягиваю. Скажи, пожалуйста, семикратная, абсолютно семикратная чемпионата мира. Дома было два шкафа, в них все награды не влазят, они там везде разложены. И еще и мужу награды тоже, Владимира Степанова. И дети. Да, там, Есения пересел. Один уже неоднократно занимал призовые места по борьбе, а Есения, ну я просто маленькую историю расскажу на этом Максе. Мы прилетели из Кубинки, каждый день летал с группой руководства полетом, и тут Света так заруливает на экстре, думает, что-то не пойму, или у нее там что-то спереди уложено, либо... А прям вот это, девушка летает с мамой на пилотаж. Не буду конкретизировать на экстреброводство. Должен был один такой друг мой сюда еще прийти, не только мой, здесь группа товарищей замечательных, которые с ним учились. Вот не успел, чтобы я ему пару ласковых сказал, я думал, мы тоже поаплодировали. Ну ладно. Мы в классе предполетной, словно в школе, все только не сидим и делаем урок. У штурмана бро, как скрипит мелок, и слава богу мне на приколе. Стрижан еще не вышел в небе срок, мы в небе нам еще не вышел срок, рисуем в облаках и пишем строки. Мы в небе как набор карандашей, крутила жизнь нам столько виражей, а мы как в школе делали уроки, и главным был урок труда стрижей. Урок труда был главным устрижей. Тра-р-р-р-р-р-р-р... Водка в бэфе лежит, как тот учебник, Что в детстве так хотелось мне порвать. Планшет, как будто школьная тетрадь, А летчик, как известно, не волшебник Он только и умеет, что летать А если что, и жизнь свою отдать Там за границей нас всегда узнают Средь хорнутов, балконов, миражей Вот жаль, не покидаем рубежей И штурманы у карты вспоминают Уроки географии стрижей Была ведь география стрижей Есть в небе математика полета И русский, тут что много этажей Эфир не соблюдает падежей Чертить фигуры, сложная работа Все это геометрия стрижей Такая геометрия стрижей Мы в классе предполетной, словно в школе За партами сидим, идет урок У штурмана в руках скрипит билон И слава богу, мы не на приколе Стрижан еще не вышел в небе срок Мы в небе, нам еще не вышел срок Мы верим, нам не выйдет в небе срок Ну я думаю многие поняли, кого я имел в виду Я имел в виду Валерия Морозова Командира пилотажной группы Которому прошлись кованым сапогом сверху Ну вот, не знаю, это отношение страны К своим иногда авиаторам Возвращаясь опять к Светлане Владимировне Свет, отожрение, так что я так официально Светлана Копанина Которая 8 раз представлена к званию Героя России Но только потому, что я думаю, потому что Правду она все время говорит в лицо нашим большим руководителям Поэтому представление неизвестно где Ну ее это не волнует, а меня волнует Ну ладно, опять же, к два этажа Мы землю толкнем, и небо снова Обыгнете нас своими облаками Мы верим, что оно сегодня с нами Скажем навстречу, будто дали слово Пусть метео нам тучи обещает Оставим снизу все дожди и лужи Изнанка тучи всегда светла снаружи Нас небо солнцем как родных встречает Вот жалко, что в ошибках не прощает Влюбленность в небо ты земля, прости нам Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом Ведь спасся каждый с ушкой или мигом И кровь у нас, наверное, с керосином Нам без небес, как без воды хлеба Мы не сломались, как нас не бросали Ведь было время, крылья нам вязали Но вновь наш ромбик носится по небу Наш ромбик снова носится по небу Чуть выше в небесах, как вверх серощек Там мирный ГВФ сквозь дни и ночь Несет людей в Анталию и Сочи А мы, как в школе, тренируем почерк Выводим в небе тексты сочинений Фигуры пишет, а точнее пашет И где-то снизу смотрят дети наши Наверное, им пока не до волнений Мы все вернемся вместе, нет сомнений Влюбленность в небо, ты земля, прости нам Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом Ведь сосся каждый сушкой или мигом И кровь у нас, наверное, с керосином Нам без небес, как без воды хлеба Мы не сломались, как нас не бросали Ведь было время, крылья нам вязали Но вновь наш ромбик носится по небу Наш ромбик снова носится по небу Мы на петле вычерчивое строим Местами землю с небом поменяем Но мир там не изменится Мы знаем, мы видим, как дворцы замки строят Нам не придется жить в таких хоромах Но честь свою мы в грязь не уронили Пусть те, кто снизу свой кусок схватили Зато у нас есть небо, мы здесь дома И будет в нашей жизни по-другому Влюбленность в небо, ты земля, прости нам Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом Ведь просто каждый сушкой или мигом И кровь у нас, наверное, с керосином Нам без небес, как без воды хлеба Мы не сломались, как нас не бросали Ведь было время, крылья нам вязали Но вновь наш ромбик носится по небу Наш ромбик снова носится по небу По небу Влюбленность в небо, ты земля, прости нам Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом Ведь все все каждый сушкой или мигом И кровь у нас, наверное, с керосином Нам без небес, как без воды хлеба Мы не сломались, как нас не бросали Но было время, крылья нам вязали Но вновь наш ромбик носится по небу Наш ромбик снова носится по небу По небу Я все на часы посмотрю, регламент нас соблюдает Ну, вернемся к вертолечкам Ласночки летают над землей Быстрый, значит, снова непогода Мы утяжем небо здесь полгода Значит, полтора, и я живой Надо умножаться войной Вот и сновидно видно на все на глаз Если мы летим предельно низко Это значит, нам до цели близко Крайний и последний этот раз Бог решит, мы верим Он за нас И, конечно, верим мы в бою То, что никогда не подпадало Кто-то называет крокодилом Тичку, про которую пою Ласточку и днистру Пою Подтвердят нам трасситель расчет Не ошибся летчик-оператор Нынче он, как в фильме, терминатор Все, что снизу убирает в лед Наш привет он тем и нашим шлет Скажет, кто не страшному вранью Наспугают снизу пулей дурой Отвечая всей номенклатурой Птичка Разметает воронье Мы втроем под нимбом у нее Душу винтокрылую свою Вместе с нами ты не погубила А позвал же кто-то крокодила Ту, что вместе с нами на краю Ласточку петнистую мою За спиной молотит пулемет Бортовой наш парень не из робких Обложился лентами в коробках Пулеметный сам себе расчет Бортовому общий наш зачет Написк, что опасно У хвоста Даже дуракам ее смысл ясен Нынче я действительно опасен Горный край меня уже достал К черту шипописные места Все гады, что вместе с ней в строю Красотой меня с ума сводила Что за дурень кличет крокодилам Ту, что вручает нас В твою ласточку петнистую Мою Та-та-ра-па-па 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 Словно сто разгневанных богов Всю на нас обрушили сверепость В небе словно маленькая крепость Мы видим огонь из всех стволов Нам иначе не сносить голов С нашей птичкой мы не отвернем Не проходят с ней такие же точки Бережно держу ее за ручки Словно в танце Кружим мы вдвоем Мы танцуем танго под огнем С той, которой песенку пою С той, что нас от смерти уводила Я убью того, кто крокодилом Обзовет любимую мою Ту, что выручила нас в бою Ту, что вместе с нами на краю Ласточку петнистую мою Я вернулся Весь набитый как газа Я принес их всех на базу Всех и сразу Хоть мне трудно на высотах Взял я всех живых трехсотых Три двухсотых Я их принял под завязку В окропавленных повязках Дальше Сказка Что движок не захлебнулся Что я чудом увернулся Я вернулся Знать, судьба моя такая Тридцать лет в горах летая Я устал Наверное, это моя осень Не участвую в парадах Что мне думать о наградах На пределе На износ Я Ми-8 Я вернулся Кто б скомандовал мне больно Нахватал я пуль Довольно Как больно Спроба блистер У меня разбили Провока хоть не убили Зацепили Капитан, что в левой чашке Матерился Было тяжко Мы в рубашках С ним, наверное, родились Потому что не разбились Возвратились Знать, судьба моя такая Тридцать лет в горах летая Я устал Наверное, это моя осень Для меня запчасти ищут Жалко будет, если спишут Я ведь старый на износе Я Ми-8 Я вернулся А в салоне наследили Пятна бурые застыли Шланг обснули Где-то в полночь я проснулся Капитан ко мне вернулся Затянулся К борту мне ладонь прижала И ладонь его дрожала Так устала Говорил, что все в порядке Кладил мне рукой заплак И заплак Вот судьба моя какая Тридцать лет в горах летая Я устал Наверное, это моя осень Хоть тяжелая работа Все равно летать охота Пусть по войнам меня носят Я Ми-8 Я Ми-8 Несколько дней назад я уже говорил В Краснодаре были с русскими Видеями застрижали Самое сильное впечатление Я рассказывал друг другу На вышке стою Подходит мальчик лет 7 Ну еще тренировку мужики там открутили Ну ребенок, понятно, не посторонний Наверное, сын там Кого-то из авиационных родителей Подходит и говорит А Ми-8 это ваша песня Моя Здорово Мне еще войнушка нравится Разворачивается, отходит Походим-походим Возвращается Телефон такой Ну старинный какой-то Мобильный Говорит Извините, Николай Анисимов Можно я вас сфотографирую? Так, ну у нас скоро перерыв Я так думаю Давайте подсмотреть Что у меня тут вообще есть Главное не потеряйся на перерыве С вами потеряешься Ну вот такая песня Я уже сегодня говорил Что у меня две песни есть Написанные на стихи Не мои Здесь я вообще, как говорится Не сомневался Потому что песня Стихи лауреата Нобелевской премии В области литературы Александровича Бродского На Бродского вообще Очень много написано Музыки И тот же Никитин поет Мирзоян Многие авторы Но вот эту песню Никто не решился Как я уже потом Выяснил Озвучивать Может потому что Там пять листов текста И мне вообще говорили Ты не выучишь Я ее почти выучил Правда чуть-чуть сократил Потому что Ну иначе это целый концерт Не знаю Мне нравится Молодой Бродский писал В 1968 году На ввод Советских войск В Чехословакию Хотя мой близкий друг Один Заместитель одной из авиабаз Командира Делит интересно Чего он покурил Когда я это написал Ну ладно Сейчас, сейчас Я очень редко пою Поэтому я Генерал Наши как-то дерьмо Я пас Север вовсе не здесь Но в полярном круге Экватор шире Чем ваш лампас Потому что фронт Генерал На юге На таком расстоянии Любой приказ Превращается рацией В буги-буги Генерал Ярала Аж перерос в бардак Бездорожья не даст Подвести резервы Изменить белье Простыня Наш так Это значит Действует Мне на нервы Никогда до сих пор Полагаю так Я был забежен Алтарь Минерой Генерал Мы так долго сидим в грязи Что король червей Загодя лихует И кукушками смолдствует Упаси Впрочем Нас вспыхать Как она Кукует Я считаю Надо сказать Мерси Что противник Не атакует Генерал Генерал Только душам Нужны дела Душа же известна Чужды злорадства И сюда Настумаю Заливание Стратегия Так же Но жажда Братства Лучше Чужие Встревать В дела Чтобы Холик Своих Нам Не разобраться Генерал И теперь У меня Мандраж Не пойму От чего От стыда Или от страха Или от нехватки Там Или прошла Или просто Блаж Не помогает Ни врач Ни знак От того Наверно Что повар Ваш Не разбирает Где соль Где сахар Генерал Я боюсь Мы зашли В тупик Это Месть Пространства Краса И сожжение Наши Пикер Жалеют Наличье Вик Это еще Не залог Мишени И не двинется Тень наша Дальше Нас Даже В закатный Час Генерал Вы знаете Я не трус Выйти в досье Наведите Справки Как буря Безразличен Плюс Я не боюсь Ни врага Ни ставки Пусть мне прилепят Бубновый тус Между лопаток Прошу отставли Я не хочу Умирать Из-за Двух Или трех Королей Которых Я вообще Не видал В глазах Дело Не в шарах Но в пыльных Шторах Прочем И жить За них Тоже Мне Неохота В двойне Генерал Генерал Мне все Надоело Мне Скучен Крестовый Поход Мне скучен Вин застывших В моем окне Гор Перерестов Речных Излучен Плохо Ежели Мир Вовне Изучен Тем Кто Внутри Измучен Генерал Я не думаю Что ли ты Ваши Покинут И я Их ослаблю В этом Не будет Большой беды Я не солист Но я чужд Ансамблем Война В моем Штюки Свои Дут Жгу Свой Монтир И ломаю Сапли Птиц Не видать Но они Слышны Знайвер Комясь От духовной Жажды То ли Приказ То ли Письмо Жены Сидя на ветке Читает Пажды И берет От скуки Художник Наш Пушку На Карандаш Генерал Только Время Оценит Вас Ваши Камны Плежи Корея Когорды В академию Будут Впадать В экстаз Ваши Баталии Найтерморты Будут Служить Решение В глаз Сбегает Азнамир И вообще Аорт Генерал Я вам Должен Сказать Что вы Вроде Крылатого Льва При входе В некий Подъезд Ибо Вас Увы Не существует Вообще В природе Нет Не то Чтобы Вы Мертвы Или Живи Вас Нет Холодя Генерал Пусть Меня Отдадут Под суд И я Вас Хочу Ознакомить С делом Сумма Страданий Дает Абсурд Пусть Абсурд Управляет Телом И Доваячит Его Сосуд Чем-то Черным О чем Телом Генерал Скажу Вам Еще Одно Генерал Я Взял Вас Для Рифы К слову Умирал Что Было Самое Мама Бог До Конца От Зернопол Не Отделил И Сейчас Ее Употреблять Вранье Ночь Мои мысли Полны Одной Женщиной Чудной Внутри В профиль То Что Творится Сейчас Со Мной Ниже Неба Но Превыше Тро То Что Творится Со Мной Сейчас Не Оскорбляет Вас Генерал Вас Нету Речь Моя Обращена Как Обычно Ныне В ту Пусто Дучьи Края Края Некой Обширной Глухой Пустыни Генерал Кои На картах Чтобы И я Видеть Могли Даже Меды В помине Генерал Если Все-таки Вы Меня Слышите Значит Пусть Меня Прячет Некий Азис Себя Моя Садника Эдемол Садник Значит Я Я Пришполе В руганя Кои Генерал Никуда Не скачет Генерал Воевавший Всегда Как Лев Я Оставляю Бетон На Плаге Генерал Даже Карточный Домик Хлеб Я Пишу Лам Рапорт Припадаю Фляги Для Береживших Великим Лев Жизн Оставляю Клочок Бумаги Для Переживших Великим Блюдец Жизн Оставляю Клочок Бумаги Крик